Четвертый день, 4 июня. Сегодня был дождь. Дождь тут теплый, хотя я ходила все-таки с зонтиком. И сегодня заселился человек, который просто позвонил. Оказалось, что тут голяк и он заселился. Ну, вот допустим, у меня тут попался во второй день гуляния один мужчина на машине и один просто пешкогрелом. И вот пешкогрелом очень называл гостя, но как бы просто на словах, вот такие же люди, которые как бы цепляются к тебе, и ты от них фиг отделаешься. Ну и я хотела просто поснимать на экшн-камеру первые и вторые этажи. В итоге решила извлечь пользу от того, что тут появился, ну, не совсем тот турист, которого бы я, допустим, хотела в общении. И он оказался тут два года назад, до июля, и сказал, что тут где-то, ну, две трети было заполняемости туристов. И я спросила, есть ли тут магазины, хотя я как бы уже знаю, что они есть. Ну, и он типа да, и вызвался со мной сходить, и я купила бутылку сувенирного вина, бутет Абхазии. Я читала отзывы, что вот такое надо вино покупать. 60 рублей в этом магазине, вообще там три магазина. Одна чебуречная, ну, закрытая была. Магрин продуктов у Дани я там купила пастилу на 500 рублей, 50 рублей и рулончик. И такие, как бы, овальные штучки. Ну, интересное такое я не видела. У нас такая пастила по 100 рублей стоит, рулончик. Ну, и у нас, соответственно, она уже лежала черное сколько. В магазинчике я покупала, я в них разочаровалась, в этом магазинчике выключила. Он закрылся, потом снова открылся, но разговор не о нем. И тут она по 50, мягкая, свежая, буквально там, допустим, ну, вот дня 4-5-10 назад сделанная. Этот магазин назывался продуктовый магазин у Дани. И, кстати, у них вывески, ну, как бы, я... Наличка у меня больше, чем на карте. Я специально там ничего не оставляла. Точнее, я специально снимала наличку, так как читала, что тут карты практически не юзуют. Вот так вот, в этих магазинах юзуют карты. Я даже, где покупала вино в другом магазине, видела, как бы, терминал для карт сбербанковских, визы, там, маэстро. Ну, в смысле, маэстро уже давно полно не существует. Короче, виза, мастеркард, мир. И они вполне себе юзаются. Мир я не видела наклейку, но вот виза и мастеркард. Я думаю, что, может быть, и мир, наверное, юзается уже. И, в общем, в одном 260 рублей там очень... Если вы с улыбкой и вежливо к продавцам, там, мальчик и его мама видела были, то и вам точно так же ответят тем же. И там очень много вещей. Ну, конечно, заполняемость очень маленькая, но из того, что есть, из всего ассортимента, очень много из России. Ну, и есть что-то там сладостей из Турции. В общем, я купила вот это абхазское вино. Потом был еще магазин, где, как бы, нам сказали, предавщита мне сказал, что оно только вот недавно открылся, он наполняется. Практически один и тот же ассортимент вот этих всех шампуней, там, химии бытовой. Одинаковый, я ведь напоминаю, как вот, допустим, у нас в Прелугах было, ну, допустим, лет 5-7 назад. Обычный такой деревенский магазин. Ну, и третий магазин, про который я говорила, там как раз вот эта пастила. Рядом чебуречная и еще два таких зонтика недалеко друг от друга. Они оказались, я думаю, что там за открыточки оказалось, это вот... Людей, правда, там не было, но мне рядом где-то ошелались по словам моего сопровождающего компаньона внезапного. В общем, туристические такие, как бы, фирмы, не фирмы, но столики, где вы можете что-то купить, куда-то поехать. У меня вот утром был такой, как бы, пасмурный. Хотела сегодня вот после завтрака сразу вылезти на пляжик, потому что думала, что после обеда только заселится человек. Но человек уже был на завтрак. Он, не знаю, такой пожилой человек, скажем так. И в итоге я под дождем прогулялась с ним до магазинов. Сейчас вот вышла перед обедом где-то полтора часа у меня есть заснять. Потому что когда пришла, тут такой вообще жалко. Не засняла, не успела, что-то отвлеклась, ни на телефон, ни на что. Тут такой туманящий стоял на море, что было видно вот только зеленую полосу. И вот дальше от неба до земли белый такой звезд, как бы белая пелена, непонятно еще где. И вот, да, я немножко все-таки обгорела. Причем как-то я обгорела. Загораешь, допустим, даже на Волге, в Угличе загораешь или на той же Корюге. И у тебя со всех сторон она загорается, даже когда ходишь или сидишь, да. То тут вот как бы я не поворачиваюсь. Почему-то загар у меня схватился полосами только. Красноватенький такой. Причем первый раз я даже не поняла, что это именно загар. Мне уже потом сказали, что я обгорела местами. Сегодня я думала просто полежать наполовину в воде. Но так как был дождик, я сейчас не знаю, наверное, может быть, после обеда схожу. Сейчас я просто решила пройтись, заяснять то, что когда было жарко, солнышко, было бы несколько тяжеловато ходить и снимать. Сейчас как бы тепло. И мой комбайнер все что-то пересевал. Я тут сарфани и, наверное, замерзла. На самом деле очень тепло. Ну, не скажешь, что это, допустим, жарища такая. Но довольно тепло и под дождем. Но совершенно не холодно. И сейчас тут как бы... Если бы было солнце, было бы, наверное, жарко и тяжело идти немножко. Но сейчас просто тепло. И никакого солнца. Мы... Ну, благодаря ему, конечно, я так бы не заметила. Мушмолу на дороге видели. Но то, что у меня сорвалось не мной, она была не совсем зрелая. Она у меня в номере лежит. Ну, я думаю, потом, может быть, если будет время, то прогуляться и... Немножко может набрать этой мушмолы. Мне она понравилась. Еще какие-то цветы видели ее. Но у меня, благодаря заселенцу, появилось два... Несколько кривых кадров, где я на фоне растения какого-то. А то у меня что-то уже думала, может, селфи сделать. Еще тут одна. Интересные цветы. В принципе, мне тут нравится. Но я думаю, что если вот все-таки ехать сюда, то... Может, там в какой-то другой город, если в Абхазии, надо все-таки ехать с кем-то. Компанией так. Это если уже повторно. А так, я думаю, что мне вполне себе хватит. Может быть, потом когда-нибудь с кем-нибудь приеду сюда снова. Камушков я за два дня набрала. Благодаря тому, что у меня все-таки слегка обгорело плечо моей. Даже поверх платья, рукава, когда на нем сумка и вот этот сумешок, немножко больно. Вот эти страшные фигуры деревянные. В смысле деревья, которые меня сначала напугали. Для людей бытия. Да, песок тут влажноватый. И не то чтобы холодный, но прохладный. Такой освежающий ветер сейчас дует. Как выяснилось из разговора с завтром, человек тоже не умеет плавать. Не знаю уж по какой причине не плавает. Я не вдавалась в подробности. Откровенно говоря, мне не интересно. Но если кто-то говорит, то вежливым будет послушать. Узнала, что оказывается, если туда пойдешь, то через три километра Сочи. Но я, знаете, не понимаю людей, которые, допустим, приезжают в какое-то место. Вместо того, чтобы смотреть это место. Есть ведь куда-то еще. Едут другие места. То бишь, зафига приезжать в Абхазию. В тот же самый лечь, да? Патсианат. И потом ехать или идти в Сочи. Поезжайте в Сочи. Я думаю, сегодня все-таки, наверное, не стоит купаться. Ну, как бы вчера была более холодная вода, чем позавчера. Ну, ветер такой же, три метра в секунду. Западный, восточный, я уж не помню. Ну, как бы не холодный, но сейчас вот после дождичка, мне кажется, можно простучиться, если так вот чуть-чуть в воде побултыхаться. Мы видели, кстати, в кафе, мимо проходили, в котором, я так понимаю, играет музыка. И, на самом деле, на кафе, она также на линии Геча находится, на той же практически улице, ну, на той стороне, а не у моря, как мне казалось. И вот ту кафе, где музыка играет очень громко по выходным. Я иду сейчас вот подальше от моря, просто здесь удобнее идти. Хоть мне в каменках на Ютубе я читала с телефона, даже пару раз с телефона загружала в мелкие ролики, писали, что тут можно купить какие-то свалцы закрытые. Ну, я читала комментарии и отзывы еще до того, как сюда попала, за несколько дней до поезда, что тут кафе и продавцы, то есть все пятое-десятое. Но вот так получилось, что как-то тут что-то не сезон. Хоть и открытие сезона, но ни одного кафе мне пока не попадалось на берегу, тем более продавцов. Сегодня платила экскурсионный сбор, в смысле, этот регистрационный, пардон, сбор, он оказался всего лишь 30 рублей. А у меня мелочи такой не было, у меня самая мелкая монетка была 100 рублей бумажкой. Ну, там совсем какая-то мелочь была, но она не заходила до 30 рублей. И бедная женщина пришла себя сменивать своей мелочью из-за своего кошелька. Я у нее спросила как раз про сувениры, она сказала, что у меня, говорит, ехать. Я говорю, ну, у меня будет, говорит, или Вадлер, или там еще куда-то. Говорю, ну, у нас будет экскурсия в Сочи. Кстати, если сегодня не появится смс-ка, то завтра мне придется самой звонить по этому телефону, который я Роблтура ставил. Говорит, я побробец, я Роблтура. Короче, что у меня будет экскурсия в Гагри, но она говорит, что там вполне себе можно купить сувениры. А мужичок тут сказал, что два года назад тут был какой-то дядечка торговал вином и настойками. Но, видимо, оно все-таки бывает, когда тут больше народа. Человек 20 хотя бы, а не один-два. Но вот сегодня открылся бар. Хотя вот из-за двух туристов они готовы открыть бар. Я вчера гуляла по территории внутри. И не помню, фотографировала ли, но, в принципе, заглянула внутрь. Получилось так, посмотрела и изнутри здания тоже гуляла и как бы видела. Это вот. Слушайте, люди, я это снимаю, никого нет, я болтаюсь с камерой. Мне даже не напрягает, как вот раньше было бы, что я говорила полушептом, полутихим голосом. Допустим, даже в первые два дня так было. А сейчас не вполне нормально. Человеку объяснилось, что он там чуть ли не подойдет без зонтик. Ну да, подойдет без зонтика. Давай, давай, типа магазин. Ну, я говорю, что у меня тут камера, хотя камера как бы с ладой нормально соприкасается. Экшн. Я как раз снимала на экшн. Ну, что там просто обзор такой. Первые, точнее, третий, четвертый этаж. Я снимала как раз на экшн. И он, типа, вот что камера его. Ну, он видеоблогер. Ну, видимо, человек считает, что, как у меня один знакомый, можно сказать, очень бывший. Практически не совсем первый, но второй, наверное, в моей жизни парень, короче. Он считает меня, наверное, первым парнем. Своим моим первым парнем. Херовно. Пардон за мат. Внезапный. Кстати, у них вот тут речь так идет. Они по-русски. На своем хасском. Когда на своем хасском и русском мате говорят, то очень забавно все это выглядит. Короче, вот из тех людей, которые считают, что от компьютера дети родятся. Когда я узнала, что я ехала поездом, записывала вагон. Говорю, тут, ну, так было. У вас только такие, что даже розетки USB. Я говорю, розетки обычные. Я говорю, это для интернета. То, что по USB розетки можно заряжать телефон мобильный или еще что-то. До человека не доходит. Ну, и он мне что-то стал такое приводить в пример. Насчет YouTube блогерства. Я так поняла, что здесь настолько... Ой, российская пыль, честно сказать. Странные люди, короче. Сейчас тут люлик замолк. Вот сейчас мне как-то не стремно идти тут. Не страшно. Одной сута. Море кажется тихим, но все-таки там тоже идут волны. Вот люди ходят. И там дальше еще какая-то такая штука. Как две до этого были. Мой приятель питерский в комментах в ВКонтакте мне написал, что это что-то для рыбной ровли. О, блики. Чего там такое? Какая-то страстная. О, люди. О, блики. О, блики. О, блики. О, блики. О, блики. О, блики. Ну ладно, посмотрим, дойдемся до людей в одну сторону. И, обратно, то еще надо до обеда усыть. Дойти до номера. Прядить тапочки. Я на них хожу по номеру и напряжу. Кстати, товарищи заселили в номер, в который сначала по ошибке меня вспомнили. Фотик я свой еще не доставала. Снимала на Exxon, на эту видеокамеру и на телефон. Большую часть я уже посмотрю дома с компа. Может, как бы приближаюсь с камерой, но не совсем все видно. Буду монтировать и буду смотреть. Скажем так, как бы сказали пушки, делаю себе воспоминания. А то, блин, пошли камушки. Кстати, я сама, ну там где-то песок был, где-то камни вылезла на эти камушки. Все-таки интересная штука такая. Я уже к ней привыкла. Хотя изначально она меня напугала. Такая штука. Надо проверить, сколько времени. Тут у меня где-то часто все про все. Плюс еще несколько минут, чтобы подняться и переодеться. И спуститься. И я так поняла, что тут рано очень светлеет. Не зная на то, что 8 вечера уже 20.09 темнотень. Но я не хочу сегодня пораньше лечь, если получится все-таки. Ну даже, допустим, что в 10. И пораньше встать. Заодно глянуть, насколько светло уже. Ну и, может быть, пока люди спят и работники тоже спокойненько заснять себе второй этаж. Так вот, если вы приезжаете в Абхазию так же, как и я в первый раз. И вы вежливое. Вежливое. Вежливое существо. Или же не совсем. Ну, короче, от вас не убудет эта вежливость. Просто улыбайтесь. Со всеми здоровайтесь. Я так поняла, что им приятно, что с ними здороваются со всеми подряд. со всеми работниками. Почему я не подхожу близко к морю? У меня была именно идея такая пройти вот так вот по пляжу. Так вот так вот с этой стороны, с этой части моря. И поснимать. Меня жрет комар. Мало моим ножкам того, что они обгорели частично. И самое интересное, я читала и в комментах мне потом писали, что кокосовое масло может очень слишком притащить этот загар. Можно обгореть так вот. Оно мне почему-то притащило загар только какими-то странными кусочками. Хотя обмазалось практически полноценно. Видела тут во второй день бытия тетеньку такую в купальнике с каким-то пакетиком. Наверное, местная шла откуда-то, короче. Отсюда вот туда. И она такая, может загорелая. Я даже не знаю, мне, наверное, такого загора не получится. Даже если бы я тут месяц провела, это может быть какая-то так вот. Какой-то другой тип кожи. Ну, тут очень хорошая вот вся эта атмосфера. Я один раз, наверное, только... Даже нет. Вот чисто пару раз с этим тоником протираю ее лицо по утрам вот. И то чисто по умолчанию. Ну, нет такого, что вот кожа там, допустим, жирная, кожа сухая, кожа мягкая. Вот так вот. Хотя и по песку-то не всегда удобно идти. Но в следующий раз я буду смотреть, чтобы пляж был песочный. Правда, я не знаю пока еще куда, но... Крым, наверное, съездить в России. В Сочи я бы съездила, причем не обязательно. Летом на Кипр. Это то, что вот как бы безвизовая. Конечно, в Японии, но в Японии у меня сейчас денег, откровенно говоря, нет. Вечно это что-то. Ну, Колься отдалить. До самого конца я, наверное, уж не пойду. Оттуда далеко добираться. Интересно, их слышно? Обратно можно пойти чуть больше по камушкам. Хотя по крупным камушкам идти-то не особо удобно. Поэтому я пока все же перейду на песочек. Ну и меня этот товарищ очень отговаривал покупать в магазине здесь. Потому что типа оно дороже, там где-то оно дешевле рублей на 30-40. Или вообще ничего не покупать и покупать где-нибудь там на границе. Но смысл что-то покупать, продающиеся. Ну, допустим, что-то продается вот эти опасные, как их там и евражки. Но если едешь в Абхазию, то, я кажется, это вообще в другую какую-то страну или в другую область. Помню, когда я ездила в Карелию с Ленкой. Не та Ленка, которая типа Снегирова, а вообще другой совершенно человек. Ну, если что, мы с ней тоже не общаемся в принципе. В основном по ее инициативе. И не будем говорить. Не везет мне на Ленок, которая не возраст моей мамы. То бишь не того поколения. Также, когда мы с ней ездили в Карелию, то я покупала исключительно то, что делают в Карелии и старалась. Когда мы с подругой были в Твери и в Торске, то покупали исключительно вот то, что делают в Твери и в Торске. Ну, и также я считаю, что если куда то едешь, то смысл покупать то, что могут привозить из этого места в место бытия с родное, да, если можно это купить. И именно в том месте, куда приехал. Вчера меня что-то пробрало на Пуэр и отчет опять этого Пуэра деряпнула. Правда, в итоге, что-то так увлеклась, не глянула на время, хотела пораньше, а еще легла где-то двадцать на восемь минут первого. Потому что встаю где-то восемь с чем-то. чтобы девять завтрак, ну, а как бы умыться, то все. В итоге я все равно иду по камням. Ближе к воде. Хотя сейчас у меня рука, соответственно, правая на ней камера, и я с правой стороны у меня вот это все, а с левой стороны у меня вот это вот. Ну, когда я сюда шла, то по большей части все же море-то видно было. Завтра, может быть, или сегодня после обеда, уж не знаю. Скорее всего, завтра пройдусь в ту сторону и снимаю тоже. Сегодня после обеда, думаю... Что я говорила после каши, я думала, что я снимаю, а, кажется, забыла нажать на клавишу. Ну, ладно, потом буду дома монтировать и уже посмотрю, что у меня там наговорилось. Или, может быть, номера промотаю. В общем, сегодня хочу после обеда, если лавочки сухие, посидеть на них. Ну, эти лавочки, которые качельки. А потом прогуляться. Возможно, в кедах, наверное, если трава соляя будет. Вглубь пансионата и поснимать. Может быть, и выползу сегодня. Помочить ножки в воде. Сейчас какой-то такой запашок между тухлой рыбой и чем-то таким непонятным. Хотя до этого я сюда дошла. Это литром не приносило ничего такого. Я вообще ходила с этой камерой, когда в магазин ходили, подойдем. Думала, может, на обратном пути поснимать. Но, с другой стороны, что-то так подумала. Даже если специально ходить. Абхазия как Абхазия. То бишь, ничего такого не случится, если вдруг я это не поснимаю. Но пока что Абхазия практически выполняет практически все мои желания. Я хотела тут побывать под дождем. Хотела попробовать эту мушмолу. Ее выдали на обед. Уж не знаю, потому что она входила в план питания или потому что я похвалила. У человека компотовские зилы и яблочное варенье. Яблочный зил. Ну, я попробовала мушмол. И на территории, оказывается, растет шелковица, которую я сначала испугалась. А потом специально что-то в телефоне, в интернете посмотрела. И оказалось, что это шелковица белая. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...